МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Птицы из России, американские ножки, буша, говядина из Аргентины и Австралии, импортные полуфабрикаты – все это пользуется большим спросом у казахстанцев. И дело вовсе не в космополитизме. Сегодня импортные продукты стремительно вытесняют с прилавков отечественные товары. Почему? Попытаемся разобраться. В прошлом году в страну завезли 15,5 тысяч тонн импортной говядины. Мясо птицы – 110 тысяч тонн. Да, производство, допустим, мяса птицы сейчас в пределах 120 тысяч тонн. Сергей Аюкаев, генеральный директор птицефабрики Алатаукус. По Казахстану при потребности 240 и потом с повышением до 600 тысяч тонн. Но чтобы этот дефицит развивать, в любом случае, нужна поддержка именно производителей мяса птицы и других видов мяса. Иначе никак нельзя этот вопрос решить. В агентстве по исследованию рентабельности инвестиций считают, что причина дефицита отечественных продуктов – себестоимости. В Казахстане она гораздо выше. Из-за того, что спрос именно на продукцию дешевую завозной, поэтому нет возможности развиваться именно предприятием отечественного производства. Они не могут. У них только хватает свести концы с концами, даже при том, что получают субсидии. Чиновники признают, решить эту задачу трудно. Во-первых, большая часть скота содержится в мелких частных подворьях, где и породность, низкое ветеринарное обслуживание на таком же уровне. Во-вторых, не хватает пазбищ, воды и кормов. В Казахстане сегодня 187 миллионов гектаров пазбищ, из которых используется около 81 миллиона. Из них 26 миллионов гектаров постепенно деградируют. Просто Божий дар отдал просто. Ее валовая стоимость, в переводе на доллар, 2 миллиарда долларов. Кидирбай Аманжолов, академик, доктор сельскохозяйственных наук. 2 миллиарда долларов просто бесплатно лежит на пазбище. Мы их должны рационально использовать. Выходом из ситуации могло стать отгонное животноводство, но пасти скот фермерам негде. Сотни гектаров, отведенных для сельскохозяйственных угодий вокруг Астаны и Алматы, используются не по назначению. Экологи, которые уже давно не работают, когда мы уже уменьшили поголовье крупнораз, когда два раза поголовье овец от 36 миллионов до 18 миллионов, никто туда на отгонное пазбище, никто скот там не пасет. А там уже образуется, уже совершенно пазбище, по-другому деградируется там. Сегодня можно получать доход с земли, и при этом ничего на ней не выращивать и не строить. Большинство участков отданы в залог банкам под очень большие деньги. Даже если государство отберет их, инвестиции в эту недвижимость уже будут отбиты. Не случайно в прошлом году правительство начало инвентаризацию сельхозтерриторий, но развитию животноводства это пока никак не помогло. Нужно создать условия для развития предпринимательства. Галежан Мадиев, профессор кафедры экономики и менеджмента Казахстанского национального аграрного университета. И надо создавать законодательные и экономические системы, стимулирующие развитие средних крупных товарных производств, основанных на использовании современных агротехнологий. Для этого нужно формировать макроэкономическую среду. Макроэкономическая среда должна создать благоприятные условия для развития предпринимательства. Эксперты призывают обратить внимание на науку, ведь с помощью новых подходов в плененоводстве и животноводстве казахстанцев вдоволь можно будет накормить мясом и напоить молоком отечественных буренок. Государственная структура управления зачастую игнорирует достижения науки, отечественной науки в этой сфере. Тут невольно вспоминаются крылатые выражения. Производство, практика без науки слепа, а теория без практики мертва. Для того, чтобы мы много говорим о том, что движущей силой является наука, но в практике управления экономикой мы зачастую игнорируем положение экономической науки. Сегодня в аграрной науке Казахстана работают 30 академиков, 185 докторов наук, 472 кандидата наук и 7 лауреатов государственной премии. Решение об увеличении финансирования их исследований правительство приняло только в конце января текущего года. Между тем, в Министерстве сельского хозяйства разработаны новые программы «Агробизнес-2020» и «Развитие продовольственного пояса» вокруг Астанео-Маты. Фермерам дают кредиты под завод скота, их поддерживают субсидиями. Но, к сожалению, такие меры еще недостаточны. Уже два года в стране проводят инвентаризацию земель. В результате почти 2500 землевладельцев были привлечены к административной ответственности за неиспользование наделов. Более 300 тысяч гектаров возвращены в Госфонд. Но это не решает проблему с кормами и дефицитом мяса. Эксперты считают, нужно принимать более жесткие меры. Мировой опыт. В Германии сельское хозяйство почти полностью снабжает страну продуктами питания. Несмотря на то, что количество ферм в стране за последние годы уменьшилось в несколько раз, производительность труда растет. Так, например, собственным мясом Германия обеспечена на 90%, молоком на 100%. А чтобы насытить рынки страны фруктами и овощами, вокруг крупных городов сформированы огородно-садовые пояса. У одного фермера в Австралии 22 тысячи голов крупной рогатской кота без нового направления продуктивности. 22 тысячи. Я попросил у них, сколько человек обслуживают. Они сказали, они смеялись сначала. Как сколько человек обслуживают? Оказывается, обслуживают всего лишь 4 человека обслуживают. А у нас, если 3,5-5 тысячи голов крупной рогатской кота, это крупные сахозы обслуживали тогда. При этом для снижения себестоимости отечественных серхозпродуктов некоторые депутаты зачем-то предлагали ввести аналог подразверски, проходивший на территории страны в начале 20 века. То есть изымать натурпродукты у землевладельцев в пользу государства. Так, например, по их мнению, с каждой тысячи гектаров пашни в специальный госфонд должно выделяться почти 90 килограммов мяса, более центнера молока и 20 десятков яиц. Но если посчитать количество, которое предложено было, то эта стоимость власть выходит где-то около 78 тысяч тенге. Это больше в 3-4 раза, чем может получить доходы от этого самого гектара сам производитель. В стране регулярно говорят о повышении конкурентоспособности агропромышленного комплекса. Для стимулирования фермеров с начала этого года увеличили субсидии на маточное поголовье КРС до 18 тысяч тенге за голову. Также выросло финансирование на приобретение племенного скота отечественной селекции со 118 тысяч до 154 тысяч тенге. Надо создавать консультационные центры, бизнес-инкубаторы, экстеншн-центры и так далее, образовательные центры. Но, к сожалению, мы об этом говорим, а реальных издвижек в этом вопросе до сих пор нет. С одной стороны, сельхозтоваропроизводители мелкие, они не проявляют спроса на достижение науки. А вот при объединении, безусловно, этот спрос сформируют. Но чтобы вдоволь накормить местных буренок в стране, уже выделили 4 миллиарда тенге. Эти деньги пойдут на развитие кормопроизводства и отгонного животноводства, а также на строительство инфраструктуры и обводнение пастбищ. В этом году построят около 200 колодцев. Крупные комплексы надо строить. Крупные комплексы. Мы же не можем это на 3-4 голов комплексы создавать. Или на 20 голов овец создавать комплексы. И там проводить селекционные и технологические порядки исследований. А крупные комплексы организуем, а там можно и селекционную работу провести, и технологические работы можно провести, и контролировать качество продукции. Она оправдана. И мы снижаем сервистоимость продукции. Мясо в скором времени может подешеветь на 100-150 тенге. Такое предположение выдвинули в национальном управляющем холдинге КАСАГРА. Произойдет это после перерасчета кормового рациона скота. Для этой работы уже привлекли российских коллег. Может быть, в стране наконец-то поняли, что нанотехнологами сыт не будешь. В Казахстане всегда умели пасти и выращивать скот, и отказываться от этих навыков недальновидно. Продолжение следует...